Добро пожаловать на это первое в своем роде уникальное Jakarta One live stream событие на русском языке. А мой имя Дмитрий Александров, здесь мы вместе с Дмитрием Корниловым в наших, так сказать, импровизированных домашних студиях. Да, как видите, мы подготовились очень хорошо. Я даже себе поставил хардворный виртуальный бэкграунд, чтобы все было, как сейчас делается, в соответствии с правилами виртуальных встреч. Действительно, очень рады приветствовать вас здесь на этом событии. Для нас это действительно что-то новое. Мы, так сказать, приложили огромное количество усилий, чтобы все это прошло. И мы очень рады, что, в общем-то, почти на целый день у нас сегодня есть материалы для докладов. И все это будет на русском языке, независимо от того, говорит человек на русском языке или нет. Да, значит, действительно, это у нас впервые происходит такое событие. Давайте я немножечко покажу слайдов. Дело в том, что Джакарта-1 – это такое мировое явление. Значит, мы не первые, кто делал, но первые, кто делаем это на русском языке. Дело в том, что более чем 260 миллионов человек в мире говорит по-русски, согласно Википедии. И как-то провести такое событие на русском языке, кажется, сам Бог велел. Более того, в целом подобные события происходят не только у нас, они происходят и в мире. Если вы зайдете на сайт jacarta1.org, в данном случае.ru, вы увидите, что подобные события уже были на португальском языке, в основном для Бразилии, были для всего испаноговорящего мира, были для Японии. И мы сразу подумали, что Россия обязательно должна включиться в этот весь марафон. Учитывая, что Джакарта, как таковая, будем откровенны, представлена не очень сильно в России. Они не очень много знают. И я очень надеюсь, что вот такое первое виртуальное событие поможет нам получше познакомиться не только с Джакартой, как таковой, но и с действующими лицами в Джакарте. Более того, мы, кстати, первые в этом году начинаем этот ивент. То есть дальнейшие локальные события на других языках только последуют. Хотел вам сказать, что сегодня у нас действительно материалы на целый день. Это очень здорово. Пожалуйста, знакомьтесь с теми людьми, которые будут для вас сегодня совершать эти доклады. Мы также добавляем то, что, учитывая, что Джакарта, как такова, это организация, которая спонсируется несколькими вендорами, в 13 часов будут небольшие 10-минутные доклады от них, где они покажут свои продукты. Так что приглашаем вас туда тоже зайти. Мы были бы очень рады, если вы расскажете о нас в сетях, потому что, как бы это правильно сказать, мы первый раз вещаем. И учитывая, что мы это делаем первый раз, пожалуйста, используйте хэш-шэк, как же карта OneRussian в Твиттере. И у нас также есть чатик в Телеграме, да, то есть у нас есть и канал, и чатик. И мы очень были бы рады, если вы расскажете о нас всем. Опять же, русский язык, о русском языке. И мы также очень благодарим тем людям, которые уже о нас рассказали, которые нас поддержали в этой инициативе. Это ребята из Джугру, которые рассказали о нас в своих каналах. Очень благодарны новосибирскому Джугу за то, что он тоже рассказал о нас. И надеюсь, что у нас есть ребята из Новосибирска. Привет вам. Ну и, естественно, очень благодарны московскому Джугу. У нас не только есть ребята, которые... У нас есть и докладчик из московского Джуга, Андрей Когман. Мы очень рады, что он есть. Так что огромное вам спасибо за поддержку, за информационную. И за то, что о нас рассказали. Мы также очень благодарим Eclipse Foundation, который, в общем-то, все это дело спонсирует. И просто потому, что все те тулы, которыми мы пользуемся, в том числе Краудкаст, на котором мы сейчас сидим, это все бесплатно дается им. И, соответственно, мы благодарим Таню Абрадович, которая нас драйвила, все делала через... Вот все это время, что мы готовили. Ну и товарищ Хадсон Келли, который, может быть, нас смотрит сейчас. Таня Абрадович, товарищ из Канады, который нам помогал в техническом плане. Стоит отметить просто, что в целом сама идея создать подобные конференции от идеи до реализации у нас получается... Ну, сколько нас отняло? Где-то два месяца всего. Потому что горизонты планирования подобных событий, они не такие, как большие конференции во всем мире. То есть, я имею в виду оффлайновые конференции, где нужно очень долго бронировать зал, очень долго готовить все мероприятие. Виртуальные события немного проще. Все практически one click away, что называется. Я даже не знаю, как перевести это по-русски правильно. То есть на расстоянии одного щелчка мыши. Вот так. И огромное спасибо Clips Foundation за то, что нам помогли. И, соответственно, мы не будем очень сильно много разглагольствовать. Мы хотим deliver it content. Это, опять же, такое очень русское выражение. То есть мы хотим, чтобы максимально скоро начались доклады. Я только хочу сказать несколько слов о краудкасте как таковом. Надеюсь, что вы ознакомились с этим тулом. На самом деле он очень простой. И имейте в виду, что в верхней части экрана у нас есть под Jakarta Live Stream на русском языке. У нас есть кнопка Schedule, где у нас, в общем-то, записаны все сессии, все наши доклады. И принцип такой, что мы просто можем переходить на каждую из них. Или если доклад закончился, мы, соответственно, все переходим на следующий доклад. То есть у нас всего лишь один трек. И то, что это один трек, нам, конечно, облегчает жизнь. То есть там проблем с выбором у нас не будет. На самом деле это все, что я хотел вам сказать для открытия. Я очень надеюсь, что вам понравится. Опять же, я со своей стороны скажу, что... Как бы это правильно выразиться, что надеюсь, что ничего не сломается. Но если сломается что-то, то вы нас извините. Но мы сделали все возможное для того, чтобы ничего не сломалось и все прошло нормально. Сразу стоит отметить, что после докладов все видео будут опубликованы. Они будут опубликованы и в Краудкасте, и на Ютубе. То есть мы сделаем отдельный такой Ютуб-плейлист на Eclipse Foundation на официальном канале. И там все эти доклады могут быть пересмотрены. У нас событие абсолютно некоммерческое в данной ситуации. И значит, что все будет доступно практически сразу в общем доступе. Так что, ну, спасибо большое. И мы скоро начинаем. Сейчас все перейдем в следующую комнату, где Ивар Гримстадт нам расскажет... Пройдет небольшой кинот о состоянии Джаккарта ИИ. Что такое Джаккарта ИИ, в каком состоянии сейчас. Потому что Джаккарта ИИ переживает такую довольно сильную трансформацию. И тут мы немножко с гордостью отмечаем, что несмотря на то, что Ивар Гримстадт не говорит по-русски, доклад этот будет на русском языке. Потому что мы очень сильно постарались. Хорошо, Дима. Ну что, все переходим к Ивару. Скоро начнется трансляция. Опять же, чатик мы мониторим и здесь, и чатик мы мониторим в Телеграме. Очень надеемся на ваши положительные комментарии. Поехали.